СПИД в начале столетия называли болезнью 21 века, и она была приговором. Сейчас медицина шагнула вперед, лечение вышло на новый уровень, и теперь СПИД – это хроническое вирусное заболевание, с которым можно жить при правильной терапии. Можно и рожать детей, причем совершенно здоровых. По данным последних лет, у нас ситуация улучшается, и все женщины, которые проходят химиопрофилактику, то есть вот за уже заканчивающийся 2019 год, все, кто прошли химиопрофилактику, мы все дети, у нас здоровы, все дети, рожденные по перинатальному контакту. Те, кто наблюдались в нашем центре и прошли все эти необходимые этапы. Благотворительный фонд содействия, который работает на базе СПИД-центра второй год подряд, получает президентский грант на организацию школы «Здоровый ребенок за здоровое будущее» для ВИЧ-положительных родителей. На проект выделяется около полутора миллионов. На эти деньги семьями проводят групповые и индивидуальные занятия. Не все женщины знают непосредственно всю информацию, которая необходима для обеспечения правильного ухода за ребенком, потому что все-таки люди бывают разные, женщины из разных слоев населения, так скажем. Поэтому с ними проводят беседы и наши врачи-инфекционисты, и врачи-наркологи, чтобы объяснить им, что нельзя, допустим, кормить ребенка грудью, потому что это непосредственная передача ВИЧ-инфекции, что нельзя употреблять алкоголь, курить, употреблять наркотики. В прошлом году проект уже хорошо себя зарекомендовал. После курса лекций мамы получают мотивационный пакет с препаратами, останавливающими лактацию, и смесями для вскарбливания. Вот сто семей у нас были обеспечены смесями. И мы увидели, что наши пациенты очень заинтересованы в этом. То есть им легче становится материально, им легче становится. Пришли к нам, получили таблеточки, посмотрелись у специалистов и получили смеся. Никуда не надо идти. Категории мам бывают разные. Это женщины из всех слоев населения. Задача школы – заинтересовать их и настроить на позитивное воспитание. Когда мы подготовили проект и направили его на рассмотрение в фонд президентских грантов, то наш проект не был принят. И нам пришлось его дорабатывать. Большую помощь в доработке нашего проекта оказал ресурсный центр НКО-37. Мы приходили, консультировались с сотрудниками центра, которые оказывали нам помощь. И вот благодаря, я думаю, что и такой совместной работе наш проект, который был направлен на второй конкурс, уже был поддержан фондом президентских грантов. Благотворительный фонд содействия существует уже 10 лет. За это время подобными проектами удалось добиться весомых результатов. Вообще, если сравнивать с Российской Федерацией, то по Ивановской области у нас показатель неплохой. То есть мы, конечно, над этим работаем. Но здесь надо сказать спасибо еще разу вспомогательной службе. Она у нас организованная, понимающая. Мы с ней контактируем, работаем много лет уже совместно. Поэтому, конечно, результаты здесь проявляются, может быть, даже быстрее, чем в других направлениях решения проблемы. Вторая часть средств президентского гранта направлена на профилактику среди женщин детородного возраста. Для них будут организованы встречи и лекции, чтобы объяснить будущим мамам, какие бывают пути передачи заболевания и как предохранить себя и своих будущих детей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова